Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Профилактики, но протоколы на нарушителей тоже составляют. По словам замминистра промышленности Ларисы Агалаковой, решение о послаблениях может принимать Оперштаб по борьбе с коронавирусом. И, возможно, для предприятий, где большинство сотрудников прошло вакцинацию, введут послабление. Но если на это будут согласны Роспотребнадзор, федеральный и региональный, если будет высокий процент вакцинации по региону, а эпид-обстановка не будет внушать опасений. Программа Экономика. Рынок труда в регионе сворачивается. По оперативным данным, среднесписочная численность занятых в организациях Кировской области в январе-марте 2021 года относительно первого квартала прошлого года снизилась на 8 тысяч человек и составила 359 тысяч. Сокращение наблюдается практически во всех сферах. Если в среднем по области оно составило 2%, то в таких отраслях, как добыча полезных ископаемых и строительства, средняя численность работников уменьшилась более чем на 10% в сравнении с первым кварталом прошлого года, отмечают в Кировстате. Есть сферы, где работников стало больше. Например, это производство компьютеров, электронных и оптических изделий. Там рост на 13%. Положительная динамика численности отмечена в металлургическом производстве, производстве одежды, машин и лекарств. Далее новость от наших партнеров. При поддержке Банка Хлынов в общественном транспорте появились цветовые схемы маршрутов. Визуализация выполнена наподобие схем метрополитена. Цветами обозначены номера автобусов и троллейбусов Кировского автотранспортного предприятия. Схема поможет пассажирам сориентироваться, на какой остановке необходимо выйти и пересесть на другой маршрут, чтобы добраться до необходимой точки. Банк Хлынов стремится быть полезным не только для своих клиентов, но и для жителей областного центра и принимает активное участие в жизни города. Отмечают в банке. Навигационные цветовые схемы хорошо знакомы жителям мегаполисов. Они помогают ориентироваться пассажирам в метро. Подобное решение поможет пассажирам Кирова, которым, чтобы добраться от одного конца города до другого, иногда требуются пересадки. А у КБ Хлынов лицензия номер 254. Экономика. Завершение о валютах. Доллар сегодня 73 рубля 27 копеек. Евро 88,75. Ольга Балезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 АФМ. Доллар камень реагирует. Приятного аппарата. Ольга Балезина. Новости económиков на 110,000. Продолжение следует...